Главный вопрос. На водную гладь экспонаты растений и старого лодочника, рыбака. Их солнце слепило улыбкой счастливой, плыли облака в красоте серебра. И вот к рыбаку, обращаясь шутливо, спросили премудрые профессора. Вы знаете, как образуется ветер, что гонит по небу стада облаков? Не знаю, им лодочник скромно ответил. Не ведомо это для нас, рыбаков. Да вы потеряли полжизни, дружище, не зная про ветер и розу ветров. Об этом в своей диссертации пишет известнейший в мире профессор Петров. Знакомьтесь, он с вами находится в лодке, светило науке с сегодняшних дней. И выпить в грудь, проводя по бородке, профессор похлопал гребца по спине. Но солнце померкло, и волны морщины вдруг споростили зеркальную гладь. Истрейфили умные эти мужчины. Никто не хотел, утонув, умирать. А ветер крепчал так, что пор бы плакать. Он дул в соответствии с розы ветров. А вы, академики, можете плавать? Спросил ученых мужей рыболов. Мороз пробежал от испуга по коже, заброшенный смертью в их сторону снасть. Они, заикаясь, признались. Не можем. Откуда нам эти премудрости знать? Тогда вы, ученые, жили напрасно. Мне жаль, что сейчас, оказавшись на дне, не зная, как плавать, навеки погаснут, светило науке сегодняшних дней. Все ваши успехи, открытия, слава теперь могут стать достоянием рыб. Коль вы не усвоили главное – плавать, хоть были по-своему в мире мудры. Мне искренне жаль, дорогие, поверьте, что, зная природных стихий механизм, и то даже как зарождается ветер, как два топора, вы отправитесь вниз. Дай Бог, чтобы мы, раскрывая все тайны, стремясь на ракетах к далеким мирам, в минуту кончины, бесславно не стали, подобно как те мудрецы, топорам. Я верю, что должен описанный случай серьезную роль в обличении сыграть. Тот правильно жить окружающих учит, кто учит их в мире с Христом умирать. Мы знаем, что каждый бессмертен и вечен, и главное в жизни, конечно, не то, откуда и как появляется ветер, а то, каково отношение с Христом. А тот, кто иллюзии в мыслях рисует, не выяснил этот важнейший вопрос, сокровище жизни, растратил впустую, не зная, что смысл этой жизни. Христос.